Сегодня мы решили сориентировать тебя по сумме, с которой придется расстаться, чтобы получить первичное ВНЖ в Турции, без учета стоимости билетов на самолет сюда. Ты на канале Turkey Space? Я Олеся? Я Владимир. Погнали! Итак, в видео мы подсчитаем все затраты на аренду квартиры, сбор документов и оплату госпошлины. Цены, о которых мы будем говорить, актуальны на ноябрь месяц 2022 года в городе Стамбул. Первое, на что придется потратить основную сумму денег, это аренда квартиры. Эта сумма будет занимать основную часть всего бюджета для ВНЖ. Если ты решил остановиться в городе Стамбул, то нужно учесть несколько моментов. Спрос на квартиры сейчас бешеный и цены взлетели в 2-3 раза. Также цена напрямую зависит от выбранного района, удаленности от метрополитена и меблированности квартиры. Чем более спальный район без прибрежных зон, тем цена ниже. Цена в европейской части Стамбула всегда выше, чем в азиатской части Стамбула. Так вот, исходя из всех критерий, минимальная цена, на которую следует рассчитывать за квартиру, пригодную для жизни, составляет 10 тысяч лир. Это цена квартиры 1 плюс 1 или 2 плюс 1 в глубоком спальнике. Квартира будет с простеньким ремонтом и не новой мебелью, но чистая, приличненькая. Иногда попадаются квартиры и за 8 тысяч лир, но реже и их быстро разбирают вообще, как горячие пирожки. Но, чтобы найти квартиру за эту минимальную сумму, нужно сильно постараться. Эта задача не самая легкая и здесь также имеется момент фортуны. Плюс, чаще, если видишь невысокий ценник, типа 7-8 тысяч лир, турок не захочет ее сдавать иностранцу по причине неуверенности его платежеспособности. Ну, еще с ним надо идти к нотариусу, вот это вот все, тонаницировать через переводчики. Имеется ввиду, с иностранцем не хочет связываться. Да, да. Если же брать средний ценник, то он составляет 13 тысяч лир. Квартира без мебели будет стоить дешевле и будет стоить она около 7 тысяч лир. Но мебель и кое-какую бытовую технику тебе придется тогда покупать самостоятельно. Там может быть холодильник, а его может быть и не быть, везде по-разному. Но чаще всего обычно бывает только газовая плита и встроенная кухня. А всего остального нет, всего остального придется докупать. В городе имеются оптовые магазины с б.у. мебелью, где можно все сразу купить и тебе доставят все это домой. Но нужно знать места и потратить на это время. А жить все это время придется в пустой квартире. Но таким вот образом в целом за год можно сэкономить. Уж много или нет. Ну по-разному. Да, это по-разному. Но опять же потом тебе эту мебель надо будет куда-то девать, если ты будешь уезжать. И не факт, что ты ее продашь куда-то. Таким образом на аренду квартиры придется потратить, если взять за основу среднюю цену в спальном районе в 13 тысяч лир, оплата сразу 6 месяцев одномоментно. Депозит может составлять одну сумму месячного платежа, а может и два. Комиссию риэлтору это может быть так же, как и с депозитом. Либо один месячный платеж, либо два месячных платежа. Зависит от агентства, риэлтора. Сейчас многие стали брать два месячных платежа и зависит так же от стоимости самой квартиры. Итого получается, если подвести итог, то 13 тысяч лир умножаем на 6 месяцев, складываем 13 тысяч умножить на 2 комиссии риэлтору, складываем 13 тысяч умножить на 2 депозит и получается 130 тысяч лир. Это только за квартиру. Мы взяли цену со средней стоимостью квартиры в глубоком спальном районе, но большим депозитом и максимальной комиссией. Ну, конечно, могут быть варианты. Это примерная с учетом стоимости квартир. Следующие обязательные траты это нотариальные сборы и перевод загранпаспорта на турецкий при заключении нотариально заверенного контракта для подачи его в ГЕЧ для ВНЖ. Несмотря на то, что с февраля 2022 года перевод паспорта исключен из обязательных документов и теперь миграционная служба не требует этого перевода, однако нотариус при заверении контракта аренды без такого перевода ничего делать не будет. Перевод одного паспорта тебе обойдется около 500 лир. И ты либо можешь сам найти такого лицензированного переводчика, либо придя к нотариусу он направит тебя сначала на перевод к тому переводчику, с кем работает. Всегда при нотариусе имеется такой сотрудник, либо он находится в одном здании, либо он где-то рядом в соседнем здании. Также, если собственник квартиры не говорит на английском, и ты не говоришь на английском, то потребуется живой или онлайн переводчик. В среднем тебе это обойдется около 40 евро. Далее, оплата услуг самого нотариуса. То есть сборы за гербовую печать, бумагу, саму печать документов, заверение перевода паспортов, в том числе копию удостоверения личности владельцев квартиры. Услуга составления договора по шаблону в установленной форме для ГЕЧ в трех экземплярах. Два дается тебе на руки, один для ГЕЧ, другой для тебя, и третий самому владельцу квартиры. И оплата за работу самого нотариуса. И сумма тут максимально около 1000 лир за одного человека. Итого получается 500 лир перевод паспорта, плюс 730 лир устный переводчик, плюс 1000 лир услуга самого нотариуса. И примерно получается 2250 лир. Следующая статья расходов это покупка страховки на год. Меньший срок в страховых компаниях не предусмотрен. Из сентября 2022 года цены на страховки повысились и увеличились на 50%. Цена еще будет складываться от твоего возраста. Варьируется она от 1750 лир до 8500 лир. И самая дорогая страховка это для детей от 0 до 15 лет. В некоторых компаниях до 16 лет. И взрослых от 65 до 69 лет. На экране ты сейчас видишь картинки с ценами по возрастам на разные страховые компании. Для наглядности можешь поставить на паузу и изучить. Если же брать средний возраст пребывающих сюда, то это люди до 35 лет. И возьмем за основу цену в 1900 лир. Госпошлина и оплата самих пластиковых карт. 446 лир за одного человека для гражданина РФ или 25 долларов. Граждане Беларуси 39 долларов. Граждане Таджикистана 560 долларов. Граждане Украины и остальных государств 80 долларов. Цена пластиковой карты равняется 160 лир. Далее идет оплата справок о счетах из местного банка. Лировый счет 8 лир. Долларовый счет 44 цента. И евровый 44 в евровом эквиваленте. Эти деньги будут списаны с твоих счетов автоматически при заказе этих справок. Дальше оплата копии переведенного паспорта, который ты оставишь себе. Распечатать анкету и чек о выплате сбора всех документов. Примерно до 30 лир это будет составлять. И оплата фото 100 лир на одного человека. Итак, давайте подведем итог. Так сказать, подобьем дебет с кредитом. Значит, 130 тысяч лир за квартиру, плюс 2250 лир за пакет документов, плюс 1900 лир за страховку, плюс 446 лир пошлина, 160 лир карточка, плюс 100 лир фото и плюс 30 лир это копии документов. Получается 134 тысячи 886 лир. Или можно округлить до 135 тысяч лир. Конечно, эта сумма ориентировочная на ноябрь месяц с просчетом одного из вариантов аренды квартиры. Сумма будет варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от того, за какие деньги тебе удастся найти квартиру. Согласны. Сумма немалая. Если в долларах, то 7250 долларов. И она сильно отличается от того, какой она была даже вот в марте или даже в июне месяце этого года. Основная статья затрат это квартира, которые сильно подорожали из-за крайне высокого наплыва россиян. Но нужно понимать, что преодолев эту сумму, остальные затраты на твою жизнь здесь высокими не будут. Поэтому вопрос у нас все. Поставь палец вверх, если видео было полезно. Свои вопросы, предложения, замечания, истории пиши в комментариях. Подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Связаться можешь с нами при помощи электронной почты, указанной под видео. А также под видео есть ссылка на сайт, куда ты можешь всегда обратиться за помощью при аренде квартиры или ее покупке. Также там есть контакты, как можно с нами связаться через WhatsApp. Всем пока. До свидания. До свидания.